Доброе утро, друзья! Простите, я в кипке, у нас очень солнечно, у нас очень жарко. Снимаю вам репортаж с нашей голубичной плантации. 8 июня на дворе, город Ставрополь. Друзья, что хочу вам показать и рассказать на сегодняшний день за нашу голубику. Клубника у нас закончилась. Во время того, как мы делали сборы клубники, естественно, время на голубику у нас никакого не было. Мы это знаем. И в связи с тем, что голубика не требует какого-то там дополнительного ухода, кроме полива в это время, мы ничего этого и не делали. То есть приезжали на участок, включали полив и уезжали на сборы клубники и дальнейшие там продажи и так далее. Вот. То есть кроме полива наша голубика ничего не видела. И что я вам хочу сказать, рассказать и показать. Мы люди, мы человеки, обычные, такие же, как и вы. И у нас бывают неприятности, и у нас бывают... Сейчас все вы сами увидите. Перед вами сейчас сорт Дюк. Видите, он уже начинает понемножку некоторые ягодки уже созревать. Я думаю, что еще несколько дней, и можно будет делать первые выборки. Погода у нас просто жарища. Вот уже с конца мая у нас стоит просто пекло под 40 градусов. Для начала июня это, конечно, очень много. Даже для нас, для юга. Страдают все и растения, и мы. Ну, что делать? Во время сборов клубники у нас, конечно, не было возможностей ухаживать за голубикой. Я говорила, что эта культура не капризная, выносливая. Так это и было. Но есть некоторые моменты, которые забываем мы, профукиваем в связи с занятостью и невнимательностью. Конечно же, это только наши ошибки. Я буду снимать и показывать все, как есть, ничего не скрывая, чтобы вы знали, что мы тоже люди, которые могут допустить любые ошибки. Сейчас перед вами красные листики. Это результат очень сильных перепад температур и прошедшего града. Ну, листик, он уже, конечно, старый, заматерел, и он уже не позеленеет. Молоденький, конечно, позеленяет, этот нет. Ну, беды никакой нету, мы в колокола не бьем. И ни пятнышки, ни какие-то там рваности нас этим уже не пронять. Вот. Ну, что хочу вам сказать и показать. Что во время сборов, да, у нас не было времени, мы приезжали на участок, включали полив и уезжали. Все, никакого ухода наша голубика не видела. И потом, через некоторое время, конечно, мы обнаружили, что мы обнаружили. Что у нас местами забилась капельная трубка. И не все кусты получали нужную влагу. И что у нас получилось? Получилась у нас вот такая красота. То есть, был угроблен куст, да и не один. Как оказалось, что вот соседний кустик тоже угроблен. Забилась капельная трубка. Вот эта вот, которая стояла вот здесь вот в почве воткнутая. Несмотря на то, что даже мы их меняли. Она работает один сезон. Но, видимо, какая-то попалась некачественная трубочка. И в эту жарищу, конечно, растение наше погибло. Оно не погибло. Оно просто засохло. Сейчас мы начинаем его интенсивно отливать. И оно отойдет, оно обрастет. И все будет с ним хорошо. Но, друзья мои, это я знаю, что сделали мы. Но когда мне приходит огромное количество просто и ваших видеороликов, и фотографий, и голосовых сообщений с вопросами. Лена, что с моей голубикой? Ну, как я могу на этот вопрос ответить? Это мне нужно знать всю подноготную вашего растения. Что вы с ним делали? Как вы его выращивали? Во что вы его сажали? Вот что с моим кустом, я точно знаю. Мы их засушили. Он был сухарь. Мы, когда трогали вот этот контейнер, он был просто невесомый. Весь ком этот, он просто высох. Я точно могу сказать, я его засушила. Потому как мы его не кислили, мы его не кормили, мы ничего с ним не делали. И это результат только того, что мы не дали ему достаточной влаги. Все, только это. Сейчас я его, конечно, обрежу. Сейчас я еще его облегчу. Уберу старые ветки. Урожая, конечно, я тут никакого не жду. Мне нужно просто спасти мои растения. Но, когда выращиваете вы голубику, клубнику, да все что угодно, только вы знаете, что вы с ним делали. Мне нужно будет знать информацию вплоть от посадки до региона, где вы его выращиваете. Что делали, чем кормили, как поливали, во что сажали. То есть миллион вопросов. Ну, знаете, честно вам признаюсь, у меня нет таких ни физических возможностей, ни временных по нескольку десятков раз в день выяснять причины, рассказывать, разбираться. То есть здесь должны только вы сами искать причину гибели либо болезни. Мы знаем причину своих кустов, что у нас с ними происходило. Поэтому точно так же, как и вы, мы в свое время на своих ошибках, на своем опыте все это узнавали и выясняли. Также придется это делать и вам. Потому как никто вам в данной ситуации не поможет. Очень-очень проблематично выяснить причину. Если это болезнь, то однозначно и точно может сказать только анализ. Только анализ. Никто по фотографии вам болезнь не определит. Сухость листочка может быть и от перелива, и от того, что вы засушили куст, от того, что вы сожгли чем-то, каким-то там удобрением, либо подкислением. Одинаковые симптомы у голубики, понимаете? Одинаковые. Поэтому, когда мне присылают пятна там, допустим, сухие на листике, Лена, что с моей голубикой? Да, родненький, да откуда же я могу знать, что с вашей голубикой? Причин много. Вот я вам их описала. Выбирайте любую. Любую выбирайте. Что вы делали, вспоминайте. Вот отсюда и отталкивайтесь. Я взяла засохший кустик. Оставила наиболее молодые зеленые. Старые вот такие я убрала. Вот эти я их оставляла, всего несколько штук прошлогодних. Вот, потому что они были хорошо очень нагружены плодовыми почками. Ну, все, ничего. Убрала. Все, поливаем. Полив мы сейчас наладили. Я еще лично прошла каждый кустик. Полили вот шлангом. Ну, не без этого. Каждый год у нас такое случается. Ну, паниковать. И, конечно, мы не будем. Потому что мы знаем, что все отойдет и все выживет. Да, урожай мы здесь потеряли. Но что делать? С этим кустиком я сделала то же самое. Пройдем, посмотрим. Некоторые кусты я вырезала прям просто под ноль. Смотрите, как прекрасно они все наросли. Вот здесь вот у нас уже ягодка идет. Пожалуйста. Вот одна оставалась старая ветка. Все остальное убирала. Вот так. Сейчас, когда начнет хорошо наливаться ягода, ее прям будет видно. Сейчас она сливается с листвой. Ничего не разобрать. Вот я в телефон, допустим, я ничего не вижу. Если солнце светит, отсвечивает экран. Очень плохо видно. Ну, буду монтировать, посмотрю сама. Как это выглядит на экране. Вот такие у нас кустики. Вот она ягодка. Вот этот прям очень хорошо загрузился. Иногда вас интересует, какая же урожайность куста. Ну, как вы тут скажете. Вот один куст вот такой. Один куст поскромнее выглядит. Третий еще скромнее. Четвертый вот такой куст. А сорт один и тот же. Ну, с одного куста ты соберешь килограмм, с другого три, с этого четыре и так далее. Невозможно сказать, сколько урожая даст ваш куст. При покупке саженцев вы всегда спрашиваете, Лена, какая будет урожайность? Вот вы мне потом через время и ответите, какая у вас урожайность. Оригинатор заявляет один урожай, который он собирает. Я вам говорю про свой урожай. Какой урожай будет у вас? Это вы мне потом сами расскажете. Просто выращивайте, заботитесь о растении, присматривайтесь к нему. Что нужно, давайте. Что не нужно, не давайте. Вот так. Главное, не забывайте про полив. Давайте немножко с вами сейчас поговорим про полив. Это очень животрепещущая тема, которая постоянно, постоянно, постоянно на слуху, на языке. Что же делать с поливом? Итак, конечно, это вопрос, скорее всего, наверное, риторический, потому что однозначно ответить на него невозможно. Все зависит от вашего региона, от вашей погоды на дворе, от возраста вашего куста, как он выращивается, в каком объеме, какое развитие у него. Вы должны это контролировать самостоятельно. Я могу вам сказать приблизительные нормы. Допустим, вот на такой 10-литровый, ой, 10-литровый, 65-литровый контейнер, на взрослый куст, вот такого, допустим, плана, нужно давать при наливе ягоды 10 литров воды через день. Если у вас стоит очень жаркая погода, старайтесь. Вот, допустим, 10 литров вы вылили. Еще момент очень и очень важный. Говорит, я выливаю 10 литров воды на контейнер. Если он до этого у вас стоял неделю неполитый, вы бахнули туда 10 литров воды, она тут же просочилась через сухой торф, вышла через дренажное отверстие, воды в горшке не осталось. Просто не осталось. Прошло как через сито. Поэтому, если у вас подсохший кустик, понемножку давайте водички, понемножку постепенно промачивайте торф. Потому как вы, допустим, вот мульчу убрали, ладошкой пощупали, ну, влажновато. А влажновато у вас будет 3-4 сантиметра, а здесь у вас будет сухарь. И листик будет у вас подсыхать, подсыхать, подсыхать краешек. Вы будете паниковать, говорит, Лена, это болезнь, спасите, помогите. Это не болезнь. Это просто голубика забирает воду из листа, чтобы хоть как-то выжить. Поэтому, если вы уже сразу засушили куст, понемножку, понемножку в течение дня поливайте по 5 литров, плескайте, 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 промачивайте. В конце концов, просто вот так вот подергайте контейнер. Он должен быть тяжелый, он должен быть напитанный. Если же у вас он не засушен, просто каждый день понемногу подливайте, чтобы влага постоянно держалась на определенном уровне. По ягоде вы увидите, когда не хватает воды. Она начинает, ну как, как изюм становиться, сжамкиваться. Значит, не хватает воды. При наливе ягоды давайте воду чаще. Друзья, это касается выращивания голубики в контейнерах. Если она у вас сидит в земле, там уже разбирайтесь сами. Там я вам ничего не скажу, ничего не подскажу. Какую вы там яму делали, во что вы сажали, в какие хвойные опады, как что удерживает влагу, мне неизвестно. Я рассказываю, если растение посажено в чистый кислый торф. Если вы туда еще что-то добавляли, все, меня ничего не спрашивайте. Потому как я могу рассказать только свой опыт. Мы сажаем в кислый торф, мы поливаем таким образом. Это вам я и рассказываю. Так что, это что касается у нас взрослых кустов. Естественно, давайте подойдем. Это вот наша новая посадка. Мы ее сразу замульчировали. Эх, ягодку не оборвали. Так. Что касается вот этой посадки. Вы посадили только свое растение. Посадили в новый кислый торф. Закислять его тут же бросаться не нужно. Торф и так у вас кислый. Здесь нужен только полив. Постоянный полив. Маленькие растения, они начнут давать новые корни только во влажный торф. Если там сухо, он так и будет сидеть вот в этом коконе, в каком вы его посадили. Корешочки не пойдут в сушь. Поэтому постоянно промачиваем. Вот я вчера буквально поливала. Ну вот на глубине ладошки там влажно. Там влажно. Сверху, смотрите, уже сухо. Уже все высохло. Сейчас буду опять проходить еще раз поливать. В связи с тем, что у нас сейчас стоит очень сильная жара, я пройду. И, ну уже не сейчас, уже к вечеру, когда солнце сядет, побрызгаю цирконом. Обязательно. Потому что нужно растения немножечко поддержать. И, наверное, пообрежу вот эти верхушечки. Пройду ряд, таким образом весь сделаю. Вот здесь у нас новая посадка. И здесь также вот новые иглы поставили. Но, тем не менее, иглы сейчас работают точечно. Пока не промок торф как следует, невозможно, чтобы все тут грамотно промочилось. Приходится подливать вот так вот со шланга, проходить вручную, все заливать. Вот. Поэтому, если у вас пересохшие кустики, точно так же, понемножку, понемножку, просто орошайте, чтобы он сантиметр за сантиметром у вас промок. С одного ведра, 10 литров, если вы его выльете, вы ничего не сделаете. То есть, вода пройдет и все. Нужно постепенно промачивать торф. 5 сантиметров промокло, 10, 15 и так далее. Вот таким образом, друзья. Так что, если не уверены в капельном поливе, добиваем вручную. Сейчас время у нас появилось после клубники. Ну, какое там время появилось? Просто нужно уделить сейчас внимание капельную ленту, всю перебрать, сделать, чтобы с поливом у нас не было никаких проблем. Это основное. Полив это, конечно, основное. Еще момент. Когда поливаете, старайтесь лить не в центр куста, если он у вас в контейнере, а вот так еще захватывать и бортики, чтобы корешочки, которые уже около бортиков, они вот в этом месте не подсыхали. Я вот так вот стараюсь всегда сначала бортики пролить, чтобы здесь была влажная вода, стекала вниз уже, а потом серединку уже. Ну, все. Как видите, обычная вода, водопроводная, без всяких подкислений. Вот так совершается обычный полив. Вот сколько я сюда вылила? Кто считает? Какие 10 литров? Полила, дальше пошла. Все. Никто ничего не считает. Чувствую. Просто чувствую. Просто понимаю интуитивно, сколько воды я вылила. Я пощупала перед этим. Кусты не сухие, они влажные, но полить уже можно. Поэтому вот так я их поливаю. Сколько здесь воды выливается? Ну, пока поливаю, заодно еще поотвечаю на некоторые ваши вопросы. Друзья, по поводу отверстий в контейнерах. Да, контейнер 65 литров. Вся плантация у нас посажена в один объем. Вот те кусты на заднем плане, это наши старики. Мы их перевезли из дома. Они в распиленных бочках, 200 литровых сидят. Они были обрезаны. Все сейчас заново наросло. Кусты омолодились. Все остальные высажены в 65 литров. Так, и мой любимый, обожаемый вопрос по поводу того, нужны ли отверстия в дне контейнера. Друзья, ну, не знаю уже, как отвечать, как говорить. Просто можно даже немножечко и подумать. У нас цветок стоит на окне. Мы его посадили в контейнер. Там есть отверстие в горшке. А ведь полив только будет наш. Никто другой, кроме нас, на подоконнике наш цветок не польет. Здесь поливает контейнер, помимо вас, еще и природа. Здесь у вас будут осенью идти дожди. Зимой у вас будет идти снег. Куда деваться лишней влаги? Как вы себе представляете, контейнер, стоящий на улице несколько лет без отверстий внизу. Куда деваться лишней воде? Ну, это такой, настолько элементарный ответ на этот вопрос. Зачем вы задаете подобный вопрос? Нужны ли отверстия в контейнере? Ну, конечно, они тут нужны. Если уж комнатное растение и то сделали с отверстиями контейнеры для них, то уличное, но само собой разумеющееся. Ну, вот уже честное слово, я не знаю, как на этот вопрос отвечать. Вроде взрослые люди задают, но такие вот, не знаю, сколько отверстий. Отверстия столько, чтобы уходила лишняя влага. Их диаметр... Ну, посмотрите на обычные горшки. Сделайте по аналогии с теми, которые продаются в магазине. Мы делаем все на глаз. Мы не считаем, что... Вот как сделали, так и сделали. Мы знаем, что вот вода будет уходить. И она будет уходить. Ни керамзит, ни шишки, ни палки, ничего на дно мы уже не кладем. Поначалу, когда у нас было немножко кустиков, да, там можно было поразвлекаться, там можно было поизощряться, там и веточки я добавляла на дно. А сейчас ничего не добавляем. Обычный, просто кислый торф. Вот здесь вот остались у нас старые шишки. Тоже насыпали. Вот так, конечно, нельзя. Но она уже трухлявая. Вот, она уже сейчас развалится. Еще немножко она вся развалится. Вот такие большие шишки. Ломайте, не кладите их. Эх, левой рукой. Слабовато. Не могу. Вот. Пока я с вами разговариваю, я снимаю и поливаю. Как заметили, что я не считаю, сколько воды я сюда налила. Вся лишняя вода, она уйдет. Вот. Поэтому отверстия, диаметр не важен. Естественно, конечно, тут метровые не нужно, дно отрезать или еще что-то. И совсем тонюсенькие с иголочку тоже не делайте. Разумные. Соответственно, горшку делайте диаметр этих отверстий. Ну, приблизительно вот такой вот диаметр. Сделайте несколько штук. Все, будет уходить влага и достаточно. Сделайте по бокам. Допустим, вот у нас они вот здесь вот дырки эти находятся. Потому что у нас они стоят в поле. Мало ли что. Тут или крот, или кто-нибудь забьет эту дырку. На самом деле торф очень хорошо пропускает воду. То есть тут не требуется ему какой-то дополнительный дренаж. Если вы вот такие шишки... Сейчас я... Тут, наверное, таких нету. Да, вот такие вот шишки много положите на дно. И будет у вас закисление. Она наберется как губка и будет плесневеть. Там просто гнить будут. Поэтому, если кладете шишечки, то лучше вот такие. Но не вот эти. Они как губка будут впитываться. Но эти вот мы сверху положили, и они уже все. Практически развалились им 150 лет в обеду. А так шишки добавляете, разламываете. Быстрее переработают их микроорганизмы. И по поводу питания для голубики. Сейчас у нас растения в жару, конечно, стрессуют. Кормить их не рекомендуется. В жару никакое растение не будет принимать питание. Корень не работает. Свыше 25 градусов можете даже не пыжиться. А корень не возьмет никакую еду. А если вы уж начнете еще и кислить, это вообще будет как караул. Клеточка наклонилась опять у нас. Много очень ягодки вот здесь вот навязалось. Конечно, ей тяжело. Она упала. Подвязывать не будем. Ничего мы не будем подвязывать. Никогда не подвязываем. То есть как есть. Обязательно, друзья, обязательно прикрывайте торф. Вот у нас старые посадки были закрыты соломой. Здесь у нас кора. Коры у нас было мало. Тонкий слой. Еще нужно будет немножко насыпать коры. Вот. Кору выбирайте не крупную фракцию. Мелкую. Крупная фракция будет мешать выходу молодых побегов. То есть они будут корявы. Если вы вот такие вот шишкари наложите, то же самое. Будут проблемы с молодыми побегами. Посмотрите, какой он мягенький, молочный выходит. И как он эту шишку или кору поднимет. Он же поломается. И будет кривой и ободранный. Поэтому, если у вас совсем молоденький кустик, поначалу лучше вообще соломкой подстелить. Она хорошо быстро перерабатывается. Это будет служить и питанием корням. Для развития микоризы очень хорошо. Вот. Поэтому мульчирование сейчас в жару это вот просто обязательнейшее условие. Просто обязательнейшее. Вот Деннис Блю наш красавчик. Наш красавчик Деннис Блю. Смотрите, какой молодец. Я его всегда хвалю. Да я всех хвалю. Сами люди только вот бывают, делают огромные ошибки. Ну, это уже знаете как. Они же не целенаправленные были наши ошибки. Мы же не специально взяли и засушили кусты свои. Нехватка времени к этому привела. Невнимательность. То есть, халатность. Как угодно так и назови. То есть, не прошли, не посмотрели. Нам было некогда. Поэтому кустики у нас засохли. Ну, ничего. Пусть это будет самая большая наша потеря. Друзья, если у вас такая же ситуация произошла, облегчите кустик, если он взрослый. Если молодой, то ничего страшного. Просто вот так вот эти листики сухие пожамкайте. Вот видите, и вот эта молодая верхушечка новенькая отсохла. Отсюда продолжится вот из этих почечек дальше продолжится рост. Я потом сниму вам через месяц-полтора-два. Покажу, что произошло с этим кустом. Как он нарос. Вот. Ну, все, друзья. Я пошла дальше работать, поливать. Небольшой такой экскурс. Что делать в жару. Вам как полить. Как не паниковать. И как учиться выращивать свое растение. Еще раз скажу. Кроме вас самих, никто ваше растение вырастить не сможет. Вы просто смотрите, что делают другие люди. Повторяйте у себя. И наблюдайте, как и что будет получаться у вас. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok